Новосибирские спасатели отправились на учебные сборы, где в числе прочего испытают новую лодку, разработанную инженерами специально для их нужд. Судно не боится камней, подводных коряг и отмелей. В испытаниях поучаствовал и наш корреспондент Александр Шпак. В паре сотен километров от города, в предгорье Салаильского кряжа, близ живописного берега реки Берть, вырос небольшой полевой лагерь. Но это не просто кемпинг любителей природы, это точка сбора суровых мужчин, спасателей. Дважды в год лучшие спасатели по пять человек из пяти районов области приезжают сюда на учебные сборы. Мы отрабатываем вопросы взаимодействия, ориентирования, передвижения по сложному и горному рельефу, выживания в различных условиях. Но сегодня эта сборная начинает день с исключительной задачи. Испытывают новое спасательное плавсредство. На вид обычная резиновая лодка, но с ней не все так просто. Четыре года ее разрабатывали бердские инженеры специально для наших спасателей. Она может ходить по особо опасному мелководью, буквально пять сантиметров глубины, там, где никакие другие лодки пройти не могут. Секрет в днище. Оно словно броня из металла и толстого пластика. Посередине желоб, завихряющий воду, позволяет мотор ставить выше, что добавляет прочности. Судно может пролетать через камни и бревна, словно плавающий танк. Проверяем разработку. Ну что, товарищ капитан, будем прыгать? Будем прыгать. Прыгаем через камни! Мели, топляк, все речные опасности преодолевают без всякого вреда для обшивки. То, что нужно, говорят испытатели. Когда у нас проявопадное мероприятие проходит в населенном пункте, под низом может находиться любое инженерное сооружение, заборы, сараи, хоть что. Порвется лодка, спасать придется самих спасателей. Лет пять назад такое уже было. С боевого задания МЧС привезли дюжину рваных суденышек. Если область примет лодку на вооружение, такого не повторится. Бедскую разработку оценили по достоинству. Никаких нареканий. Но до формального одобрения далеко. Поспешных решений наверху не любят. Не хочу, не хочу по расчету, а я по любви, по любви хочу. До того момента, как встанет лед на АБИ, лодка останется у спасателей. Характеристики будут проверять снова и снова уже в боевых условиях. Ну а на сегодня испытания закончились успешно. Александр Шпак, Константин Менин. Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok